всем здравствуйте 30 марта 2020 года на телеканале россия 1 премьера сериала паромщица сегодня мы расскажем о личной жизни актеров которые сыграли главные роли александр радников родился 18 августа 1979 года в москве настоящая фамилия скотников он носил ее до 2011 года затем сменил на более звучную ратников в детстве увлекался футболом с 8 лет воспитывался в клубе динамо и планировал стать профессиональным футболистом однако позже он стал подумывать о карьере музыканта но концу школы решил стать актером поступил в школу студию мхат который окончил в 2004 году в кино дебютировал 2004 в короткометражке увольнения далее снимался в сериалах солдаты 5 служба доверия появлялся на экране фильмах спектаклях псих и рассказ о семи повешенных успешно отработал в проектах последний кордон дом для двоих отцы и дети я покажу тебе москву над городом тест на любовь приказа на родите многие другие на съемочной площадке службы доверия александр радников встретил анну тараторкин которая стала его женой по сюжету дочь звездных родителей актеров екатерины маркиной и георгия тараторкина была подружкой героя александра чувства из кино перекочевали в реальную жизнь вскоре молодые люди начали встречаться ратников почувствовал что она его человек сделал предложение девушка согласилась но поставила условия чтобы не было никакой свадьбы так как она не любит суету и праздничную атрибутику с детьми молодожены не стали затягивать в 2010 году александр и анна стали родителем супруга подарила актеру сына никиту появление ребенка осчастливило всю родню особенно дедушку с бабушкой которые возились внуков целыми днями георгий тараторкин ныне к сожалению покойный екатерина маркина сыграли большую роль в жизни ратникова именно бабушка дала имя внуку по словам актера любовь к сыну он почувствовал с первой минуты его появление на свет но ощущать себя отцом стал после того как никита пошел в первый класс мальчик растет артистичным ребенком поэтому школу выбрались театральным уклоном в конце 2019 года александр ратников и анна таратуркина развелись глафира тарханова родилась 9 ноября 1983 года в городе электросталь московской области в театральной семье родители актеры кукольного театра в детстве занималась фигурным катанием и синхронным плаванием полгода проучилась киношколе ходила физико-математический класс после 9 класса собиралась медицинское училище однако передумала и поступила в школу галины и шневской на оперное отделение глафира хорошо играет на скрипке и футепиано 2003 году окончила актерский курс константина райкина в школе студия мхат затем окончила факультет психологии в мгу в кино дебютировала 2003 году с небольшой роли в картине театральный блюз затем был ряд других второстепенных ролей впервые об актрисе заговорили после фильма любовники где она сыграла диана после фильма любовники актриса принципиально отказывается сниматься в постельных сценах признание и зрительская любовь пришли к ней в 2007 году с выходом сериала громовая личная жизнь актрисы давно налажена с будущим мужем актером малого театра алексеем фадеевым глафира познакомилась на съемочной площадке фильма хроники ада двух тысяч пятом году долго встречаться у занятых актеров не было времени да и уверенность чувствах оказалась твердой поэтому через три месяца после знакомства молодые люди поженились во время съемок картине охота на берию глафиру уже была беременна первым ребенком феврале 2008 года у глафира алексея родился первенец корней роды прошли благополучно несмотря на то что будущая мама практически не было в декрете график съемок оставался плотным до самого финала беременности в мае артистку уже вернулась к работе на которую пришлось брать крошечного сына через два года родился второй сын ермолай а еще через два гордей у детей по тархановский звучные имена весной 2017 года стало известно что тарханова опять положение в сентябре глафира родила младшего сына никифора актриса почти сразу появилась на публике и отправилась вместе с малышом на гастроли со спектаклем спустя год артистка пристала с рассказом о своей жизни в эфире программы судьба человека там она провела слухи о беременности пятым ребенком хотя не исключила что в будущем родит еще одного малыша андрей барила родился 19 октября 1973 года в литовском городе шауля и семья военного имеет греческие украинские итальянские корни отец служил на аэродроме инженером связи мать медсестра имеет сестру и старшего брата юрия который стал летчиком гражданской авиации в детстве андрей увлекался спортом был чемпионом города по футболу кроме того занимался парашютным и планерным спортом в старших классах научился играть на гитаре и аккордеоне вместе с другом создал группу с которой они выступали исполняя песни виктора цоя и группы наутилус помпилиус в 1994 году окончил театральное училище имени щукина с 1992 года снимается в кино дебютируя с небольших ролей в лентах help me сумасшедшая любовь бег по солнечной стороне широкую известность актеру принесла роль в сериале общая терапия актер неохотно делится историями из личной жизни известно что в 90-х он женился на актрисе театра сатиры светлане рябовой которая была старше супруга на 12 лет это было тяжелое для страны время для того чтобы содержать семью артист подрабатывал риэлтором но свою профессию барила никогда не бросал у актера есть двое детей дочери саша и катя по каким причинам распалась семья неизвестно андрей не комментирует развод с первой женой тем не менее бывшим супругом удалось сохранить дружеские отношения андрей продолжил участвовать воспитание девочек позднее александра поступила на режиссерский факультет в гика а екатерина занимается живописью и вокалом во время работы над сериалом общая терапия андрей познакомился с актрисой александры солянкиной и вскоре между ними вспыхнуло чувство помимо съемок в кино девушка служит театре сопричастность сейчас пара состоит в гражданском браке по словам актера он рад тому как складывают соотношения елена дудина родилась 26 октября 1988 года в комсомольске на амуре в детские годы занималась плаванием была чемпионкой хабаровского края училась школе бакалавров в старших классах стала заниматься в театральной студии в 2009 году окончила школу-студия мхат с 2007 года снимается в кино дебютировал в сериале закон и порядок отдел оперативных расследований 2 широкую известность получила после роли галя многосерийной драме вчера закончилась война в 2014 году на экраны вышла мелодрама я подарю тебе любовь в которой она сыграла главную роль позже актриса сыграла успешные роли в лентах пропавший без вести напарницы пропавший без вести второе дыхание начале 2018 на экраны вышла мелодрама держи меня за руку жгучий интерес молодой актрисе появился после того как в 2010 году она появилась на киевском кинофестивале со знаменитым режиссером станиславом говорухиным в сми сразу же забурлили слухи о якобы имеющим вместе романе с мэтром отечественного кинематографа дудина этот интерес мастерски подогрела сказав что станислав сергеевич не только талантливый режиссер но и джентльмен который умеет галантно ухаживать но этот роман так и закончился ничем личная жизнь елены снова оказалась в центре внимания прессы 2011 году артистка познакомилась со своим коллегой анатолием руденко когда снималась вместе с ним в сериале вчера закончилась война поначалу у них были дружеские отношения но вскоре они переросли в нечто больше у анатолия в прошлом остались романы с двумя яркими актрисами отечественного кинематографа татьяны арт-гольц и дарий поверенной для последней стремительный роман руденко с дудиной оказался неприятным сюрпризом ведь артистка была уверена что ухаживание анатолия за ней искренне свадьбы двух актеров состоялась в италии а медовый месяц молодожены провели на мальдивах через год в семье появилась дочь милена андрей фролов родился 3 августа 1979 года в калуге в семье военного отец авиационный инженер после выхода в отставку стал дальнобойщиком мать работала в сфере жилищного хозяйства после школы по настоянию отца который мечтал видеть сына летчиком он поступил в калужское авиационное летно-техническое училище где получил специальность техник механик самолетных и вертолетных двигателей также пытался поступать на летчика но не прошел по здоровью из-за родинки на пояснице летчиком приходится много прыгать с парашютом он крепится к нижней части спины поэтому врачебная комиссия его забраковала в родной калуге пытался устроиться на аэродром но работа не нашлось пробовал поступить в устно-экономический факультет но не сдал вступить на экзамены мать одноклассницы возглавлявшая банк взяла на работу водителем но вскоре андрей понял что такая служба не для него и решил испытать счастье в театральном вузе тем более что с детства обожал кино подготовить его к поступлению во вгик взялась заслуженная артистка россии людмила черкова два раза в неделю он ездил к ней в москву заниматься актерским мастерством в итоге поступил во вгик который окончил в 2004 году с 2004 года снимается в кино дебютировав военный фильме честь имею но действительно широкая известность пришла к актеру после главной роли в популярном проекте москва три вокзала в сериале он сыграл старшего лейтенанта милиции михаила главина во время учебы в институте кинематографии андрей познакомился со своей одногруппницей и будущей актрисой инной дымской молодые люди некоторое время встречались затем жили в гражданском браке в июне 2009 года андрей и инна официально оформили отношения а через два года у супругов родился сын мирон в ноябре 2015 года андрей на снова стали родителями у них родилась дочь ну что же всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и до скорых